Первый объект, который мы посетим по пути из Петербурга в Копорье, голова, или так называемая скульптура у источника. В официальной литературе о ней говорят следующее. Скульптура неизвестного мастера высечена в гигантском гранитном валуне, находится на территории бывшей усадьбы Лихтенбергских в Петергофе. Подлинная история создания этого памятника неизвестна. Неизвестно и кого он изображает. Существуют только фольклорные версии его происхождения, но документами они не подтверждены. Основная гипотеза. Это статуя древнерусского воина. Упоминается, что раньше на ней крепился большой металлический шлем, одним из узлов крепления которого было отверстие на носу. Многие авторы утверждают, что именно эта голова вдохновила Пушкина на создание соответствующего фрагмента его произведения «Руслан и Людмила». Поэт якобы побывал здесь вместе с Николаем Раевским в 1817 или в 1818 году. Также существует гипотеза, что это изображение Петра Первого, выточенное мастером Петергофской гранильной фабрики по причине того, что царь крестил его дочь. Но что-то это лицо не похоже на русского воина. С трудом оно похоже и на Петра Первого. А как думаете вы, кто же изображен на этой гранитной глыбе? Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте поставить лайк. А мы тем временем попробуем понять, каким же образом это объемное изображение высекли. И действительно ли перед нами обнажение природного гранита, выступающего сквозь грунт. Ну что, мы начали экспедицию по Ленинградской области сразу же с головы. Лид, где мы и что это такое? Значит, это парк Сергеевка у нас с вами. Значит, это считается неизвестная голова великана. Глядя на нее, Пушкин написал поэму Руслана Людмила. То есть, понимаете, что если Пушкин родился у нас за год до начала 19 века, то голова здесь была намного раньше. Потому что никто уже тогда не знал, откуда она здесь появилась. У нее был шлем, все спросили, почему дырка в носу. Был шлем. Шлем был? Да, был медный шлем. После революции его у нас сдали в металлоломках. В принципе, и всю допотопную технику, про которую спрашивают. А что, по-вашему, пионерам металлолом-то сдавали? Ну, то есть, кто-то его упер. В 30-е годы уже есть фотографии, где здесь сидят на нем целая кафедра. Кстати, это биофак нашего ЛГУ, СПБГУ, что сидит целая кафедра, фотографируется. Но при этом шлема уже нет. То есть, шлем был. Поэтому, значит, выглядит этот камень, как будто он недоделанный. Но считается официально, что, ну, есть такая одна из гипотез, что, может быть, это из древних традиций скандинавских, это может быть у нас Чернобог. У Чернобога одна сторона молодая, а другая старая. Может быть, так и задумано. Но вы все это сможете сами сейчас рассмотреть. Но это только как гипотеза. И еще говорят, что здесь два источника живой, с мертвой водой. Вот это живая вода, а вот там течет мертвая вода. Ну, то есть, это как раз, вот, как раз именно здесь все это происходило. Все вот эти вот легенды. Вот, ну, Пушкин у нас перемещался с такой же скоростью, как и Петр, на самом деле. Как-то нереально, как будто действительно... На Голиваностадах. Да, на Виманах. Понимаете, и вот эта вот голова, она видно, что вот, я предлагаю всем даже ее потрогать, она похожа на, действительно, что это камень, на нем резали. Это похоже, но я не уверена, конечно. Но при этом это, вот ее здесь, наши соратники все время подоткопали, было дело. Говорят, почему не раскапывать? Ну, во-первых, нельзя, потому что здесь биофак ЛГУ раскопали, ребята, наши. Было дело как-то сантиметров на 50. И как? Там просто камень. Там не остров Пасхи, там нет тела. То есть это просто на выходе камня, на обнажении, скорее всего, это было сделано. Да. Ну, сделано техническим способом. Конечно, так видно, что... Еще шлифанули. Самое, что интересное, что таких валунов у нас большое количество здесь. То есть у нас Питер не на болоте стоит, а на гранитах, а на выборе вообще море. А здесь таких камней масса. У меня дача была в дубочках, на наш участок скидывали все валуны. Так, прежде чем заехать туда, мы вызвали туда бульдозер, это был 82-й год. И бульдозер вот такие камни просто снес в лес. Они там, их было море. То есть для нас эти камни, это... То есть гранита в Питере в общем песка. Это бросовые материалы. Огромные гранитные валуны вот такого своди. Они по всей вот этой стороне, по южной стороне Финского залива в огромное количество. По северной там скалы. А здесь у нас плетняк и граниты. И вот на одном из камней вот такое чудо. Поэтому предлагаю всем его рассмотреть, заснять и предположить, кто же мог это сделать. Что это? А мы сейчас заодно сделаем, замерим прочность нажатия этого гранита. Коль у нас настоящий кусок гранита, натурального гранита, мы его для эталона сейчас просто возьмем с него характеристику. Да, молотком Шмидта, да? Сейчас сделаем отчет от сколько? Четыреста. Сорок? Сорок? Ну мы сейчас три их сделаем. Это у нас Саша, он проще дело делает Евстафьев. Нет, сейчас тут все очень сложно. У Саши просто в голове компьютер, он сразу считает. А мы сейчас по таблицам посчитаем. Сделаем еще раз. А, подожди, сейчас неправильно. Вот. Еще раз. Ну это показатель у нас сорок. Это отсчет этого, от сколько пружин этого. Ну и третий сейчас сделаем. Пятьдесят. Пятьдесят. Ну в среднем возьмем сорок, да? Ну еще раз попробую, что там. Сильнее надавить может быть. А сейчас тридцать пять. Обычно там написано в инструкции усредняется. То есть три замера делаешь и усредняешь. То есть у нас тридцать пять было, пятьдесят и два раза сорок. Ну примерно сорок. Теперь мы переведем это в таблицу. Мы просто сейчас сразу же сделаем. Это как надо. А пусть лежит. Тут таблица там. Это же. Не, не, смотри. Андрюха, сейчас я покажу. Тут все сложно. Вот у нас таблица, да? Это у нас было направление от нуля до 180. То есть мы били горизонтально. Вот у нас величина от сколько пружины у нас было сорок в среднем. Величина от сколько пружины у нас получается при горизонтальном сорок один и шесть, да? Это мегапаскалей. Сорок один и шесть мегапаскалей. Теперь мы доставим другую таблицу. И мегапаскалей переводим в марку бетона. Где у нас сорок? Вот тридцать восемь, сорок четыре. Ну то есть оно соответствует марке бетона четыреста. В килограмм, 392,8 килограмм сила на сантиметр квадратный. То есть вот у нас четырехсотый бетон. Это о чем говорит? А это нам говорит о том, что все дальше гранитные изделия в Санкт-Петербурге, которые будут больше, чем 400, М400, будут искусственные. Мы еще, это только мы начали делать. Но это натуральный, да, у нас получается? Ну да. Судя по показателям, это натуральный камень, как мы это видим? Мы его замерили просто как натуральный. Мы знаем, что натуральный, он хорошо геологически описан. То есть это у нас действительно выход гор, ну, обнажение, грубо говоря, гранита. И вот он у нас имеет прочность М400. Ну, в принципе, все. Да. Лена, не разбирай камень, он сам разваливается. Не разбирайте голову. А вот кусочек, мы его положим, сдадим еще. Его никто не отламывал, да. Он сам ропахилит. Упал кусочек. Вот этот кусочек мы взяли. Как образец. С этого обнажения. Да. Он сам отвалился, вы видели, молотков у нас нету. Ну, что, кусочек лишний? Не, 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 он правда сам отвалился, потому что, как говорится, вон Иван Крайз едет у нас палочкой скалу. Разбирал его, скажите вашему товарищу, чтобы он не ломал скалу. Ну, это еще никакой не вывод, это мы просто взяли пробу натурального гранита. Да, да, да. Мы везде будем, да, мы в карьерах с вами, везде будем снимать пробы и брать такие кусочки. Это у нас пойдет на спектральный анализ, а это у нас внешняя, ну, то есть болток Шмидт, она позволяет хоть какую-то характеристику камня снимать. Кто-то с этим спорит, кто-то нет, ну, по крайней мере, сколько они спорят, мне какую-то таблицу мост рассказать, да, есть такая таблица. Но этим прибором мы можем фактически снимать на месте дешевым способом хоть какую-то сравнительную характеристику. Конечно, все измерения, которые мы сейчас проводим с помощью молотка Шмидта, лишь часть предварительного осмотра. С большей долей вероятности перед нами действительно обнажение природного гранита. Характеристику, называемую в строительстве прочность нажатия, определяющую марку бетона, мы сняли для сравнения. И как вы увидели, этот гранит по данному параметру соответствует марке бетона М400, то есть имеет прочность 400 кг сила на сантиметр квадратный. В общем-то, это очень неплохо для местного натурального камня. Ведь действительно, северо-западные граниты прочностью не блещут. Далее мы обязательно проведем такие же замеры в карьерах, а также сделаем спектральный анализ. Потом мы сравним полученные данные из карьеров природного гранита с данными, снятыми санкт-петербургских строительных деталей. Таких, как, например, колонны Исаакиевского собора или блоки облицовки Невы. И как вы поняли, все это для разрешения волнующих многих вопроса. Какой же все-таки гранит применялся при строительстве Санкт-Петербурга? Искусственный или природный? Что в Санкт-Петербурге перед нами? Литье или обработка натурального гранита? Ну как многие понимают, для ответа на этот вопрос придется провести достаточно сложную и дорогостоящую работу. Здесь самое важное, на что я акцентирую внимание, это вот камень, гранит. И сверху гранитом же закрашена гранитная облицовка, которая вот как штукатуркой выровнена все неровности. Вот посмотри, пожалуйста, вот на эту вот сторону. Видишь, потом немножко подлили современным бетоном. Но это на гранит на старый сделана новая облицовка. Если на этой стене что-то кого-то не устроит, то мы зайдем туда и там будет супер эклектика стиля. А мы сейчас это все посмотрим, потому что в принципе это и есть доказательство опять литья. Конечно. Может быть вот это и натуральный гранит какого-то времени. Но реставрация была проведена, лит, очень хорошо привезла. Получается действительно вот... Только что. Да. Буквально. Андрей, давай, наверное, их сравним. Штукатурку и... Ну, я думаю, что надо пониже штукатурки, потому что... Сейчас мы все, чтобы было наглядно. И на другой стороне тоже, потому что это вот и есть доказательство, что отслаивается. Видно же, что это разные. Да. Правильно? Ну, вот она штукатурка. Вот. Товарищи операторы, снимите вот с этой стороны, пожалуйста. Вот как это все будет? Пока по фракции снимем. Вот, может быть, это и натуральный гранит, но сейчас мы посмотрим. Это разные границы. А штукатурка вот... Вот, посмотри, смотри. Давайте сейчас мы измерим. 40. 40 в час еще раз. О, 55. Ну, давай еще третий замер. То есть в районе 50 будет. 50 это у нас М-600, да? 50. 50. 50 в переводе на современную классификацию это М-600, да? М-600. Угу. А теперь его. То есть что? А штукатурена. А штукатурена. А здесь 60. 700, 800. 800. И давай, наверное, еще раз. А главное, чтобы не пружинить. Да, вот это вот. И вот этот вот. Ну, и просто в этом углу, где она не пружинит. Там все пружинит, кажется. Он отошел. Да, лучше другой блок. Можем пойти с другой стороны. 50. 50. То есть? 50 и ДМ-600, 700. М-600. М-600. 600 и 700 и бетон. И вот что было им оштукатурено. Ого. 650, то есть это 800-900. 800-900. То есть вот это вот 800-900 прочностью. И опять мы вернемся к нашей голове, которая, по всей видимости, натуральный гранит, которая была М-400. То есть мы здесь видим какой-то блок, фактически, чуть ли не 900 килограмм силы на сантиметр квадратной прочностью, который покрыт штукатуркой другой фракции, которая имеет немножко меньшую прочность. Но все равно она 600-700. И эта гранитная штукатурка, она самая интересная, Олег, у нас здесь три основных гранита. Рапакиви, серый, ладошский и розовый. Розовый гранит вообще фонит, он радиоакционный. И на эти карьеры не пускают людей. То есть в Питере гранит не только Рапакиви. И вот мы увидели вот здесь, и я надеюсь, что все операторы снимут вот именно эту стыковку, Союз Аполлон, потому что даже видно, что это разные граниты. Разные совершенно практики. Мы зайдем за эту стену, вот туда в уголок, там мы можем вообще разобачивать этот космос. Ну и твой любимый, кстати, вот этот самый Белый Камень, тоже по пути там нам встречался. Мы его тоже снимем обязательно. Здесь очень интересное армирование. Смотрите, если бы это был натуральный гранит, смотрите, как арматура. То есть, допустим, сделать выпуск арматуры, а потом просверлить. Вот, смотрите, арматура торчит из него. То есть, допустим, как делается сейчас. Вот, что мы положили, пробурили, вот, засунули арматуру. Вот, потом следующий положили, пробурили, засунули. Но вот так вот. Вот тут даже арматура, по-моему, в какой-то... Кстати, ну, это просто старая стенка летает, скорее всего, была. Но мы пойдем там найдем еще больше всего. Изоляция. Вот, дело в том, что это еще к началу. Так что это, но все равно вот эта новая облицовка, я думаю, это вот чуть ли не 21 век. Они вон приводили в порядок, посмотрите на всю стену. В 21 веке нет такой арматуры. Нет, не арматуры, говорю, вот эта вот красочка для них. А это в изоляции арматуры? Это старая технология арматура в этом, в свинце. Свинца? Это такая технология 19 века. Свинца, да? Что-то я не могу. Ну, может быть, многие сейчас скажут, что эта арматура могла попасть путем сверления, пристыковки блоков. Но пока мы оставим как есть. Главное, что мы зафиксировали вот это вот. Кстати, можете взять и просто с собой вот эти. Они и так валяются. А вот сверху тоже вот это видно. Давайте пойдем, я думаю, вот еще интереснее. Ну, это кто-то сильно отбил, я не пойму, правда, откуда. Нет, она отваливается. Олег, вот руками попробуй вот это. Свинец. Нет, не откладывается. Свинец, вот он. Это 19 век, там здесь все делали, в свинец засовывали арматуру. В 19 веке, на всех портах потом эту арматуру сдали, в свинец засовывали. Но видите, они старались все-таки делать. Здесь же еще определенные термические свойства. То есть усадка от температуры, чтобы покрыть, допустим, штукатуркой, там, 300-й бетон, его и покрывают. 300-й штукатуркой. А здесь попытались покрыть штукатуркой, близкой по свойствам. Итак, наши исследования Санкт-Петербурга и Ленинградской области начались. На эти выходные мы выезжали в Копорье и Кронштадт. По дороге в эти населенные пункты мы посетили множество заброшек, которые просто ломают голову. На следующие выходные мы запланировали выезды в Гатчину и в Шлиссельбург. Эти выезды, соответственно, пройдут 3 и 4 июля. Подробную информацию вы можете узнать на сайте, ссылка на который будет под этим видео. iSpeak.ru Там же вы сможете и зарегистрироваться. В Копорье и Кронштадте мы сняли просто огромный материал и множество объектов, которые не соответствуют официальным историческим представлениям об их появлении. А участники экспедиции, организованной каналом iSpeak, получили новый круг общения. Единственная просьба от организаторов – бронируйтесь заранее, количество мест ограничено. Присоединяться к нашей экспедиции на своих машинах и ехать за автобусом не имеет никакого смысла, так как в автобусе мы рассказываем большую часть информации. А также экспедиционный клуб iSpeak и группа питерских исследователей во главе с Лидией Соловьевой приглашают принять участие в наших мероприятиях всех альтернативных блогеров. Для вас всегда место в автобусе будет бесплатным. В общем, что, скорее всего, перед нами? Да, это предположение. Мы на месте сняли только одну характеристику, и вторую мы сделаем в спектралку. Скорее всего, это натуральный гранит, это обнажение, которых здесь очень много по лесу. Кто-то, имеющий с собой какие-то технологии немножко скульптурного художественного духа, увидел эту скалу и решил на ней нарисовать рожицу. Причем сделал, действительно, как заметили, это очень легко. Может быть, даже у него было какое-то лекало. Может быть, что-то очень как-то оно точно сделано. Просверлил в дырочку, это реальное сверление. И что здесь можно еще сказать? На камни нанесено только лицо, потому что камень, он художественно не повторяет ни форму головы, ничего. То есть, вот он там покатая. Это был выбран кусок поверхности камня, на которое было нанесено это лицо. Практически. Путем вырезания. И это вырезание осуществлялось однозначно, не вручную. Вот они, следы какого-то материала. Он, гранит, сильно достаточно эрозирован, потому что, скорее всего, он изначально был полированный. И еще здесь два вида материала. Один был горизонтальный или не наносил, а другой вот так вот бил. Как мы очень часто видим в Крыму и в Средиземноморье. То есть, был какой-то типа такого молоточка, который спиливал. Какой у него привод был при Пушкине? Если бы он был при Пушкине. Ну да, пусть при Пушкине. Пусть чуть-чуть до Пушкина. То есть, на 18 век или на начало 19-го нам историки описывают технологический уровень появления только первых паровых машин, которые были громоздкими. Вы представляете, сколько бы стоило, по их мнению, тогда историкам привезти сюда эту паровую машину, здесь начать это все долбать. Причем, каким резаком долбать, если у нас даже стали еще инструментальной не было. Она только в 70-е годы 19-го века с бессимеровским способом появилась. То есть, чугунный, что ли, был этот резак, который нам описывают? Он бы раскололся. Ну, действительно, они описывают один чугун нам. Чугун хрупкий. Конечно. Как и роботи. То есть, здесь было что-то такое, которое позволяло работать по граниту. И было, даже если это, ну, вот следы пиления, а вот следы ударов. То есть, это ударно сделано. Ну, как-то так. То есть, вот перед нами образец натурального местного гранита, обработанного художественно. Для какой цели, мы не знаем. Если убрать здесь весь нанесенный грунт, потому что потом, предположительно, произошел потоп 19-го века, когда как раз-то глина выпала там в несколько этапов, может быть, действительно, здесь, если убрать 3-4 метра этого грунта, эта скала бы была выше, эта голова бы была выше, может быть, даже какое-то продолжение тела там на этой скале нанесено. Возможно, но, говорю, там не нашли, может быть, дальше надо искать. Да. Но, действительно, легко и непринужденно в 18-м веке идут ребята, сделали такую голову, пошли дальше. То есть, это очевидно, вот даже глядя, вот, кто не знает, вот, глубина этого... Ай, вот, сейчас не дает... О, я достала. Я достала пальцами до конца переносится. Может, повторить, не уходит. Там обычно камни лежат. Камни, она глубже. Суммешь? Да, вон она камень. Ну, неважно. Но имеется в виду, что, вот видите, это были технологии до Пушкинского Питера, а может быть, и до Петровского. Скорее всего, кстати, не думала. Ну, и вот то, что предполагается, что та голова... Вы говорили, что то лицо, может быть, вся страна испорчена. Нет, не испорчена, потому что там больше камня. Там недоделаны, условно говоря. Или специально сделаны, как Чернобог. Мы не знаем. Может быть, действительно, скандинавская тема. На самом деле, у нас же Ингерманландия здесь находится. А Ингерманландия, Швеция... То есть, ну, в принципе, народ-то единый, Финляндия. Ну, как бы, единый этнос. Это потом уже начали придумывать. Ну, шведский язык у нас... Да. То есть, что мы с вами видим? Я вообще, когда говорят слово Швеция, а там Германия, я начинаю тихо смеяться. Потому что Германия появилась в 1870 году. До того это была Пруссия. Да. Прусского языка нету. На каком языке писали пруссо, если этот язык для фольс-дойча, который называется Дойч, появился к концу 19-го, в начале 20-го века, он еще не устоялся. И прусские архивы все куда-то скрыты. И опять какая-то подделка. То есть, пруссы, ПР, Руссия. То есть, впечатление складывается, что Пруссия – это бывшая Украина, которая так вот развалилась. А Швеция – бывшая Белоруссия. Ну да, потому что плачевная речь Карла Одинова на русском языке. Ну и плюс к этому, собственно говоря, одинэтнос. И говорят, ингер, ман, ландия, в честь ингигерды. Я не знаю, я перевела иначе. Ингер, ман, ландия. Ингер, инжер. Инженеры. Ман, люди, ландия, земля. То есть, земля, людей, инженеров. Потому что у нас здесь, походу, пьесы жили все самые лучшие архитекторы, строители, инженеры. И, говорится, Петр, типа, привозил оттуда, из Италии. Получается, что как будто ниоткуда, как будто они здесь все и существовали. Именно сюда, наверное, ездили учиться строители со всего мира в какой-то определенный момент. Потому что вот около пирамид не облицевали Нивы. Ну, не облицевали, не успели. А у нас уже облицованная Нива в 1716 году. Ребят, ну вот сразу, без проблем. И вот идем, походу, по лесу, делаем такую голову, и идем дальше. А самое интересное, знаете что? Что большая часть народов и местности называется либо словом «хер», либо словом «ал». или «ар». То есть у нас все дети богов, все люди богов. Вот что такое ингер? Опять «хер», опять у нас «хер». А самое большое открытие было, это действительно, когда мы наконец поняли, что-то нарисовано на средиземноморских и крымских монетах. Вот этих «хер». Там «херсонес», там еще «полуостров», написано «Елена Херсонес». Елена – полуостров. Царица Елена. То есть получается у нас «хер», ну, в ближнем самом переводе – это «царь». Но здесь еще все в три раза сложнее. Что это может быть? Вот давайте все посмотрим, а потом, кто хочет, скажет. И фотосессию может сказать. Заливка. Ну, заливка, видите, получается, что вроде бы не заливка. Да, раз уже мы на лотком шлифт включим. Да, давайте с нами. Потому что вот это похоже на ручное. Вот то, что ободрали, похоже на ручное. А то, что красивое сделано, скорее всего, механическое обработано. Вы что-то красивое не сделаете? Заливаете, если вы думаете, что вы это вручное, да? Я думаю, что кто-то это ободрал. Это не чернобык, потому что, лучше, смотрите, одинаковый. Что слева, что справа, то есть он не старый. Потом нос – это не старый нос, а он просто либо оповрежден, скорее всего, вот тем, кто это обдирал. Почему ободрали – непонятно. Ну, с другой стороны, щека больше там. Вот так сломали нос и подумали, ну, не получилось и не получилось. И на этом брусили. На самом деле, на зря бы сюда влезло, здесь больше материалов. Некоторые говорят, что испортили голову, да? Может быть, но с другой стороны, материалов здесь больше, с этой стороны. Может, как-то выбили, а потом уже поравняли. Строитель завода какого-то, или по-тропиночке, на перекур или перерыв, или на обед. И, в принципе, походу, так, группа. Айс Вик! Подписывайтесь на наш канал, становитесь его спонсорами. В разделе «Спонсорство» вы сможете смотреть все наши фильмы без какой-либо рекламы. Там же мы публикуем более расширенный контент, чем в общем доступе.